Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайвер, и сегодня у нас распаковочка. Вот такая здоровенная карабенция прибыла. Друзья, сейчас мы узнаем, что здесь такое. Компания SCSE доставила нам эту коробочку. Это реально хитяра этого года, хит, хит и супер хит этого года. Я вас в этом абсолютно уверен. Приступим к распаковочке. Достаточно большая коробочка для телефона. Так, мы пока здесь что видим? Мы видим JBL-колоночка. Ставьте лайки и пишите в комментах, вот прямо сейчас пишите, что это за телефон. Тут не видно? Наверное, пока что не видно, что это за телефон. Вполне хит, но вы, наверное, по названию уже поняли, что это хитяра. Вот он, действительно, Asus Zenfone Max Pro M2. Ладно, спасибо Asus'ам за это. И смотрите, они еще прислали нам JBL-колоночку. О, это с FM-радио, все такое, да? Слушай, это можно батя задарить. Он любит FM-радио. Сейчас у компании Asus есть акция. Если вы заказываете на их сайте, то, не знаю, акции действуют или нет, но JBL-колоночка вам в подарок. Если вы берете не Pro-версию, а просто Max M2, то там идет что-то другое. Я, честно говоря, не помню уже, но вот именно JBL-колоночка идет. Вот, если честно, друзья, в колоночках я не очень понимаю. Harman, Harman, ну, Harman, Harman, это хорошо. Все, что связано со звуком и с названием Harman, это всегда хорошо, друзья. Вот это единственное, что я знаю. Так, обратим внимание. JBL фирменное. Все, здесь, кстати, micro-USB. Так, все, в стакане больше ничего нету. И здесь еще какие-то приблуды. Все, зарядка, больше ничего нет. Это очень круто. Ну-ка, сейчас мы заценим, как это вообще. Так, Lego. Lego Master. Да, вот это я зря, наверное, сделал. Вот так, скорее всего. И давайте посмотрим, что за колоночка. А-а-а, вообще круто. Слушай, что они отправили ее. Понятно, да, друзья? Если вы хотите JBL, если вы хотите колонку, то это в 99% это JBL. То есть, они самые классные, самые четкие. Что мы видим? Это Not Waterproof колоночка. То есть, смотрите, здесь все входы и выходы вот так вот просто. Тренер. Смотрите, здесь такой небольшой экранчик, да? Но что-то видно. О, погнала жара, да? Да, дядя Леня с первого подъезда уже вообще прям в шоке. Он гудит. Я сейчас поставил на всю громкость. Реально колонка качает. Ради чего мы здесь с вами собрались? Ну, коробочка так со стороны, так себе. Да, то есть, ну, просто картонка, никаких наворотов, да? Никакого намека на то, что это про-про коробочка. Вот, но, по сути, это не флагман, да? То есть, это как бы средний сегмент. Причем, ого-го, какой средний сегмент. Было фото. Да, да, они любят фото, но мы посмотрим. Max 1 был не такой уж прям фото-фото, но, если честно, на последних прошивках, когда Max Pro M1 я проверял, то он реально качал неплохо. Здесь вот мануалочка. Крепочка, друзья, спасибо. Либо сам телефон, мы немножечко его сейчас пока отложим в сторону. Ну, это вот фирменная фишка компании Asus. То есть, все барахлится, да? Накиданно просто, как будто вот, ну, и погнал следующий телефончик, да? 5 вольт, 2 ампера. Ну, стандартная зарядка. Здесь мы сразу видим, друзья, микро-USB. Это более печалька, наверное, единственный минус этого телефона. Давайте же посмотрим, сорвем эту великолепную пленочку и просто вот поглядим на этот телефон, что он из себя представляет. Друзья, ну, хочу сразу сказать вам, что это очень красивый телефон. Реально очень красивый телефон для среднего сегмента. Здесь, я как понял, уже это стекло. Это реально очень красиво выглядит такое. Что-то в стиле Huawei, стиле Honor. Как бы из той истории, но на самом деле Asus развивается. У него уже появляется своя какая-то собственная концепция понимания дизайна. И вот выглядит действительно очень красиво. Стеклянный у него задник. Включаем телефон, логотип Asus. Хотя здесь не написано, что этот телефон входит в программу Android One, но здесь, по сути, голый Android стоит. Вот, мы проверяем отпечаток пальцев сразу же, друзья. Моментом. И разблокировка по лицу. Вот, разблокировка чуть потормажет, но, так скажем, быстрее, чем на iPhone X. Какой здесь? Здесь стоит 660-й снап. И, конечно, в любые задачи, вот такие вот, просто скроллить по интернету и так далее, это все будет выходить просто на ура и без каких-либо проблем. Друзья, давайте прогоним его в Antutu. Посмотрим, какие баллы он нам выдает. И что, друзья, в Antutu около 130 тысяч баллов набирает этот телефон. Понятное дело, это хорошие новости для тех, кто хочет поиграть в какие-то выгрули и так далее. То есть, в чем самое главное и большое отличие Asus от Xiaomi? По сути, все те же самые данные. Классный экран. Крутая батарея, кстати, на 5000 мАч. Вообще, просто зачет. Стекляшка сзади. Крутые камеры. Надеюсь, крутые, кстати, мы их проверим. Я уже посмотрел. Прошивка самая здесь новая пока стоит на данный момент. Восьмой Android. Плюс NFC, друзья. То есть, все. До свидания, все в мире. Я рекомендовал тот телефон, прошлый телефон Asus Max Pro M1. И он очень хорошо заходил людям, когда просто люди узнавали, что есть реально такой телефон на 5000 мАч с NFC-шечкой, с хорошим процессором и так далее. Люди просто забирали и все. Я, кстати, продал свой полурошет телефон. Этот не знаю, буду продавать или нет. Может быть, даже оставлю себе как основной. Потому что реально здесь все вот фишки, все на вороту, все необходимое есть в этом телефоне. Это знаменитая монобровь у Asus. Ну, такая, скажем, не самая такая уродливая, но хорошая такая неплохая монобровь. Вот. И здесь скрываются все необходимые данные, да. То есть, в принципе, пространство использовано рационально для того, чтобы... Я уже говорил, да, здесь стекло. Вот это алюминиевая рамка. И здесь тоже стекло такое немножко скругленного такого формата. Значит, колонка вот таким образом выглядит. Вот. И здесь microUSB. MicroUSB, это, конечно, косячок. 3,5 мм джек есть. Микрофон для шумоподавления тоже есть. И прикол, знаете, в чем здесь вот сама колоночка верхняя, да, которая разговорная, она спрятана почти что в верхнюю рамку. Фишка. Фишка еще. Удар по печени Xiaomi. И, пожалуйста, тройной суперком болоток. Ну, что называется, Xiaomi, учитесь. В принципе, это же так просто. Ну, основной конкурент, мне кажется, Mi A2, но он вообще реально не конкурент. Mi 8 Lite тоже, тоже так себе. А звук обещали здесь получше поработать, потому что в предыдущем Asus'е вот реально был очень, очень, не очень звук, да. Звук был не такой крутой. И включим мы, конечно же, Антона Пивоварова, такой классный парень. Композиция называется Провинциальный. Вот, парень, я так понял, украинец. И реально просто отжигает. А мне, конечно, хотелось, ну, наверное, как и вам, чтобы здесь были стереодинамики. Но такое чувство, что здесь их нет. Если бы здесь еще были, конечно, стереодинамики, это, по сути, был бы реально космос. Я не знаю, не то, что космос. Это был бы флагман. Вот. Чувствуется динамик сухой. И над звуком поработали. Это чувствуется просто очень, очень сильно. Да, было бы неплохо вообще сравнить Asus Zenfone Max Pro M1 и M2. Я скажу, что по звуку здесь очень все классно. Просто великолепный бит делает парень. Так, пока мы слушаем Артема Пьевого-Уварова. Так, вывод первый по звуку, друзья. Я просто рад, потому что Asus реально поработали. Вот. И я хочу сказать, что я брал этот телефон на Asus.ru, если не ошибаюсь. Ну, официальный магазин Asus. И, значит, за 17,990 по рублям. Подарок мне сделали еще JBL. JBL колоночку, да. Я считаю, что это классная покупка. Значит, потенциально эта цена будет, друзья, падать. Это 100%. Приблизительно он будет стоить 16 тысяч рублей. Ну, это в рублях, да, друзья. Если в долларах, то это приблизительно 270 долларов. Вот. Это цена, да. Ну, 240. Да. Приблизительно 240 долларов. Ну, плюс-минус тоже, да. Здесь мы везде ставим знак «Приблизительно». И мне кажется, что это вот ценник за все, что здесь есть. Это потенциальный бестселлер вообще этого года. Мне кажется, даже я бы его включил. Ну, надо, конечно, протестировать. Я бы его включил в один из самых лучших телефонов вообще уходящего года. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели обязательно протестировать. Ну, все есть, как бы, да. Вот когда все есть и в одном месте, ну, флагман не нужен. Потому что, по сути, это такой заменитель флагмана, да. И это действительно демпинг. Скорее всего, демпинг от компании Asus. Потому что реально здесь есть просто все. И они давят и жмут цену, чтобы выбить Xiaomi. И это круто. Не то, чтобы выбить, но составить четкую конкуренцию. И это реально будет великолепный конкурент компании Xiaomi. Другие компании подтягиваются. Но вот Asus, это реально круто. Да, без тебя, друзья, как я был вообще. Спасибо вам большое за то, что смотрите мои видосы. Спасибо вам за то, что лайкайте контент, пишите комменты, делайте репост видео. Большое вам большое за это спасибо. С вами был я, Эдскрабер. И смотрите совсем скоро. Смотрите совсем скоро полноценный обзор этого телефона. Всем пока-пока.